сегодня короче не умехом расскажем как правильно коленчик замутить чтоб ничего не пекло не жгло чтобы дымок был мягкий вот короче нашли такой табак был в эмиратах взял вроде говорят неплохой пацаны 1050 грамм никотина 05 вот такой у нас кальянчик миниатюрненький мастер приехал сегодня будет делать сейчас пока водички шахта должна 23 сантиметров ходить вот да вот мастер говорит что шахта должна 23 сантиметра воду ходить может можно видеть это да примерно например или же глазами на побольше если она такой дано побольше вот у нас есть две чаши вот такая которая стандартная от этого кальяна идет вот она подходит и вот эта чаша от другого у меня есть большой шикальян здоровенный вот она вот такая непонятная не знаем как через нее курица будет но она тоже сюда хорошо подходит то есть плотненько садится все должно быть герметично сегодня мастер хочет через вот эту чашу покурить посмотрим что дальше будет вот вот такой вот взяли уголь не уголь лучше хорошее кусочек 100 процентов натуральный малая упаковка литровый лучше не брать воняет это кокосовый да да настоящий какой-то такой да лично 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 без розжика мастер говорит потому что розжик селитра будет вонять и это будет как-то не очень это дым берите лучше вот обычный кокос вот табак сейчас мастер откроет посмотрим что там крупный распечатай побольше не видно не надо он так быстро высохнет вообще по идее высыпается сюда как я понял эта крышка закрывает нет лучше пускай так по упаковке ну давай доставай крупненький такой да короткий такой табачок прям руками да прям руками на количество какой-то поменьше главное это очень сильно разрыхлить прям руками это можно делать на без всяких там пинцетов чтобы он занимал много объема чтобы было много пространства между лепестками табака экономненько тогда нет не экономненько просто так он будет как бы лучше гореть лучше прогреваться как бы кирпич сюда табака не стоит бросать наполняется чаша получается практически вплотную можно оставить пространство где-то пол сантиметра между до верху вот но если вы любите сгоревший кальян то можете вообще сколько угодно наложите сколько угодно углей положить самая важная часть этого видео займемся фольгой а в кальянах обычно в один слой фольгу или два два спасибо я просто мешаю я обычно ставлю на этом на калауди знаете на калауди ставлю такую чашу силиконовую ставится железная капсула в которой уголь кладется и сверху крышечкой накрывается у вас такого нет варианта у нас только получается да очень плохо то что у вас нету по варианту очень плохо я надеюсь подписчики задонатят на нормальный калалки и на нормальную чашу и вообще нормальный кальян было бы неплохо конечно давайте откроем донат на сайте я соберу я особи точка ру плотно да надо ее прижимать да то есть у табак не плотно фольга плотно прям прилегает а вот насчет дырок и как многом мало надо делать вообще мелкие крупные дырочки в фольге я советую делать крупных и немного это нет сначала нужно проделать ты обязательно именно так делать или их можно вообще в любом порядке делать да в любом можно ну а как всяких кальянных делают вообще без разницы просто тыкают не знаю она прям так делает бортик у нас получается как обычно мы все делали да бортик у него просто можно загнуть потом будет загнем маленькой ништяк нормально же каляны меня все угли в чаши в какой чаш сколько надо ждать или можно сразу начали минуту надо подождать прогрелся надо шланг и все такое получился очень ништяк ничего скажешь я больше не тягиваешь чтобы дыма большому нотки вкуса передашь словесно я вот игре когда знакомство нормально выпал на ней что пары остаются ну и в течение курения там первые 5-10 минут с парами прикольная тема мягко без всякой гарри мастер красавчик кальян муж ножка начал горчить надо просто продуть мастер говорит вот сейчас нормально вообще не ждет короче угли походу вообще отличные прошло 20 минут почти прошло короче полтора часа уже до сих пор работает кальян думаю уже так себе ну час продержался стопудово прям нормально мастер мастер